Архимандрит Антонин Капустин известен как начальник русской духовной миссии в Иерусалиме. Личность незаурядная, за годы служения был настоятелем церкви при русском посольстве в Афинах, Константинополе и Иерусалиме. С 1869 года в святых землях архимандрит скупил 13 участков земли стоимостью до миллиона рублей золота. До смерти Антонина земля не подлежала обмену или продаже, затем они перешли во владение синода. Если же синод перестанет существовать, то земли эти станут достоянием всех православных русских людей. Семья священнослужителя жила в селе Батурино Шадринского района Курганской области на протяжении многих лет. Поэтому научную конференцию от Зауралия до Иерусалима решили провести именно здесь. На панихиду приехали представители правительства Курганской области, глава Шадринского района Владимир Осокин, а также архиереи, священнослужители, краеведы, историки и родственники архимандрита из Москвы, Екатеринбурга и Перми. Архимандрит Антонин – личность, конечно же, не регионального, а мирового значения, потому что его знают во всем мире. Если знают мало у нас, то без сомнения скоро узнают везде. Поэтому вот сегодня мы отслужили панихиду все вместе. Сейчас была трапеза, и сейчас кто не успел храм осмотреть, сейчас уже храм осматривают. В следующем году, 25 августа, исполнится 200 лет со дня рождения архимандрита Антонина. Подготовкой к этому событию занялся попечительский совет, который возглавил губернатор области Алексей Кокорин. Члены совета возьмут на себя вопросы восстановления храма в селе Батурино и популяризацию личности архимандрита Антонина Капустина. За минувший месяц уже была расчищена территория храма, спилены сухие деревья и обустроен сад, в котором сегодня зацветают первые яблони. Конечно, все восстановить невозможно, вот то, что мы задумали. Но, конечно, если все у нас пойдет нормально, все будет, как мы планируем, то я думаю, что удастся многое сделать для того, чтобы достойно встретить 200-летие со дня рождения Антонина Капустина. Кроме того, уже в этом году на входе в храм будет установлен бюст священнослужителя. Участницей научной конференции, посвященной Антонину Капустину, стала его родственница из Перми Елена Коршунова в девичестве Капустина. Мы планируем постоянно общаться, постоянно контактировать, безусловно. То есть сердце переполняет бесконечную радость от того, что все возрождается. Еще одной задумкой стала работа по созданию православного туристического маршрута, способного показать православную историю и красоту зауральской земли. Маршрут пройдет от Далматовского монастыря до села Батурино на родину архимандрита Антонина Капустина. Затем в храм села Крестовское Шадринского района, где проходила третья по значимости и величине ярмарка в России. И завершится тур посещением Чемеевского мужского монастыря. Махабад Секенова, Евгения Волкова, Александр Менщиков, Кирилл Филимонов, информационное агентство Курганру.